Здравствуйте, меня зовут Ольга и сегодня мы с вами поговорим о строении клетки. А именно о строении клеточной мембраны и строении функции ядра клетки. Мембрана клетки по-другому еще называют плазматическая мембрана или цитоплазматическая мембрана. Она есть в любой клетке, будь то животная, растительная, грибная или бактериальная. Это то, что окружает клетку от внешней среды. И мы с вами рассмотрим, как же устроена мембрана. Мембрана представляет собой билипидный слой. Би, то есть два, то есть двойной слой, который состоит из молекул липидов. Этот билипидный слой пронизывают молекулы белка, либо они могут находиться на поверхности. Также есть комплекс, состоящий из углеводов и белков, гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию. Рассмотрим билипидный слой более детально. Состоит из двух слоев, как мы уже сказали, молекул липидов. Молекула липида похожа на головастика. И состоит из гидрофильной головки, гидрофильной, то есть растворимой в воде, и гидрофобного, точнее, хвостика. То есть нерастворимого по отношению к воде. Такая структура мембраны позволяет транспортировать вещества как внутрь клетки, так и из клетки. Процесс поглощения мембраной твердых или жидких частиц внутрь клетки называется эндоцитоз. Эндо, то есть внутрь. Если мембраной поглощаются твердые частицы, то тогда это фагоцитоз. Если жидкие, то тогда это пиноцитоз. Важно отметить, что фагоцитоз имеет место только у животной клетки, так как сверху мембраны нет клеточной оболочки. В отличие от растительной клетки, или грибной, или бактериальной. Противоположный процесс эндоцитозу экзоцитоз. То есть это удаление из клетки необходимых, точнее ненужных веществ. Таким образом, функции цитоплазматической мембраны, это первое, ограничивающее, то есть ограничение содержимого клетки от внешней среды, это защита от повреждений и избирательный транспорт веществ. Все элкариотические клетки имеют ядро. Оно находится в центре, в случае животной клетки, или на периферии, в случае растительной клетки. Снаружи ядро покрыто мембраной, мембрана внешняя и внутренняя, поэтому ядро относят к двумембранному органоиду. Внутреннее содержимое ядра – кориоплазма, в нем находится хроматин и также ядрышко, которое обеспечивает сборку рибосо. Ядро пронизано порами для того, чтобы транспортировать необходимые вещества. Ядро выполняет важнейшие функции. Это центр управления клетки, во-первых, а во-вторых, это хранение и передача наследственной информации благодаря ДНК. Хроматин – это ДНК, связанное с белками, перед делением клетки формируются и образуются хромосомы. Хромосомы состоят из нити ДНК, соответственно, и двух хроматид. Эти хроматиды в центре задерживаются с помощью центромеры. Набор хромосом называется кариотип. У человека гоплоидный хромосом составляет 23 хромосомы. Гоплоидный хромосом только в половых клетках. В сперматозоиде 23 хромосомы, в яйцеклетке 23 хромосомы. И при оплодотворении зигота получает 46 хромосом. 46 хромосом – набор диплоидный. Диплоидный набор имеют все соматические клетки, то есть это все клетки тела, кроме половых. Пол определяется 23 парой хромосом. У мужчины это XY хромосомы, а у женщины XX. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем уроке. Продолжение следует...